Они сидели на заднем сиденье автобуса. Он смотрел в окно, отвернувшись ото всех. Как сговорились все, подходят ко мне и хвалятся. Мне мой это подарил, а мне мой то, а мне мой гляди, что. Одна я, молчу и улыбаюсь, как дура. А что мне им сказать? Что ты мне даже коробки конфет купить не смог, говорила она. Знаешь, как обидно было? Ведь всем, всем уж я что-то подарили. Одной мне, как будто я хуже всех. Скажи, я что, хуже всех? Я что, такая, что и конфетки не заслужила? Скажи. Автобус шел долго, пробираясь по пустынным пригородным улочкам. Оставалось всего несколько человек в тусклом дребезжащем салоне. Я встал у задней двери, приготовившись выйти. Она больше не зудела, она спала у него на плече, обхватив его за руку. Он все так же смотрел в окно, только огромная его ладонь осторожно гладила ее по голове, поверх вязаной серой шапочки. Вот, что невероятно. Они плечи, которые Estoy Processом. Релизаторинга салоне. Но сейчас-салоне есть Fuckin. Продолжение следует...